Продолжение следует... Если на вашем предприятии соблюдают трудовое законодательство, то несколько раз в год вы уходите с работы не в 6 часов вечера, а в 5, не теряя при этом зарплате. Каждый счастливчик, испытавший подобное на себе, жаждет повторить это волшебное событие вновь. Трудовой кодекс не останавливается на одних предпраздничных днях. В этой статье также предусмотрены сокращенными еще и предвыходные дни, то есть каждая пятница должна быть сокращенной на 1 час работы с сохранением уровня заработной платы. Если же характер производства не позволяет сократить длительность смены, то за переработанное время положено отгулы или оплата как сверхурочной работы в полуторном размере. В нашей стране встречаются организации, где работают редкие счастливчики, заканчивающие трудовую неделю на 1 час раньше остальных. Объединяясь с коллегами в независимый профсоюз, вы можете заставить работодателя выполнять требования трудового законодательства и работать каждую пятницу на 1 час меньше. При этом вам не сократят зарплату, она останется на том же уровне. Внимание! Не забывайте, что у нас рыночная экономика. Рынок – это когда продавец заламывает цену, чтобы потом сделать скидку, а покупатель занижает сумму, которую готов заплатить, чтобы потом немного накинуть. После торгов каждый уходит довольный собой. Один выгодной продажей, другой выгодной покупкой. Следовательно, когда ваш профсоюз будет договариваться о сокращении рабочего дня в пятницу на 1 час, он должен заломить цену и потребовать сокращение на 1 час каждого дня в неделю. А в ходе торгов с руководством сделать скидку, согласившись только на предпраздничные и предвыходные дни. Тогда довольными останутся обе стороны. Ваш работодатель по роду деятельности привык хорошо торговаться. Такая у него работа. Если у профсоюза нет человека, торгующегося лучше директора, то в переговорах о снижении продолжительности рабочего дня дирекция сумеет сбить цену сильно в свою пользу. Да так, что вы еще и должны ей останетесь. Требуйте сокращение рабочего дня сразу на 2 часа. Тогда сможете легко получить укороченную пятницу, даже если переговоры с работодателем пойдут неудачно. А если красноречия вам не занимать, то каждый рабочий день станет у вас предпраздничным. Присоединяйтесь к лозунгу «За 6-ти часовой рабочий день с сохранением уровня заработной платы». Продолжение следует... Продолжение следует...